Здравствуйте, мои маленькие друзья, мальчики и девочки! Я Олеся Клоунесса, ведущая детских праздников. И сегодня у меня для вас новая, очень интересная сказочная история. Сказку, которую я вам сегодня прочту, называется «Улитка и роза». Вокруг сада шла живая изгородь из орешника. За нею начинались поля и луга, где паслись коровы и овцы. Посреди сада цвел розовый куст. Под ним сидела улитка. Она была богата внутренним содержанием. Она содержала саму себя. «Постойте, придет и мое время», – сказала она. «Я дам миру кое-что поважнее этих роз, орехов или молока, что дают коровы и овцы». «Я многого ожидаю от вас», – сказал куст. «Позвольте же узнать, а когда это будет?» «Время терпит!» «Это вы все спешите!» «Оспех ослабляет впечатление!» «Обратно!» «Все то же да и то же, ни шагу вперед!» «Розовый куст остается при своих розах, но ни на волос не подвинулся вперед!» «Лето прошло!» «Настала осень!» «Розовый куст цвел и благоухал, пока не выпал снег!» «Стало сыро и холодно!» «Розовый куст пригнулся к земле!» «Улитка уползла в землю!» «Опять настала весна!» «И снова зацвели розы!» «И выползла та самая улитка!» «Теперь вы уже старые!» «Сказала она розовому кусту!» «Пора бы вам и честь знать!» «Вы дали миру все, что могли дать!» «Многое ли?» «Это вопрос, которым мне некогда заниматься!» «А что вы все равно ничего не сделали для своего внутреннего развития, это ясно!» «Иначе из вас вышло бы кое-что другое!» «Что вы скажете в свое оправдание?» «Вы скоро ведь обратитесь в палку!» «Вы понимаете, о чем я говорю?» «Вы меня пугаете!» «Сказал розовый куст!» «Я никогда об этом не думал!» «Да-да!» «Вы, кажется, мало затрудняли себя думанием!» «А вы попробовали когда-нибудь заняться этим вопросом?» «Дать себе отчет!» «Почему, собственно, вы цветете?» «И как это происходит?» «Почему это происходит так, а не иначе?» «Нет!» «Сказал розовый куст!» «Я радовался жизни и цвел!» «Я не могу иначе!» «Солнце так грело!» «Воздух так освежал меня!» «Я пил живую росу и обильный дождь!» «Я дышал и жил!» «Силы поднимались во мне из земли!» «Вливались из воздуха!» «Я жил полной жизнью!» «Счастье охватывало меня!» «И я цвел!» «В этом и была моя жизнь!» «В этом и было мое счастье!» «Я не мог иначе!» «Да, вы все-таки жили, жили и не тужили!» «Нечего сказать!» «Да, мне было так дано много!» «Сказал розовый куст!» «А вам дано еще больше!» «Вы одна из глубокомыслящих, высокоодаренных натур!» «Вы должны увидеть мир!» «Была охота!» «Сказала улитка!» «Я знать не знаю вашего этого мира!» «Какое мне дело для него!» «Мне довольна самой и себя!» «Да, но мне кажется, что все мы обязаны делиться с миром лучше!» «Что в нас есть!» «Я мог дать миру только розы!» «Но увы!» «Вам дано так много!» «А что вы дали миру?» «Что вы дадите миру?» «Я?» «Что я дала?» «Что я дам?» «Плю на него!» «Никуда он не годится!» «И дела мне нет до него!» «Снабжайте его розами!» «Вас только на это и хватит!» «Пусть себе орешник дает ему орехи!» «Коровы и овцы молоко!» «У них своя публика!» «Меня же!» «Меня же во мне самой!» «Я замкнулась сама в себе!» «И все!» «И баста!» «Мне нет дела для мира!» «Сказала улитка!» И улитка поползла в свою раковину и залепилась там!» «Как это грустно!» «Сказал розовый куст!» «А я бы тоже хотел замкнуться в себе!» «Но я не могу!» «У меня все просится наружу!» «Я должен цвести!» «Розы мои опадают и разносятся по ветру!» «Но я видел, как одну из них положила в молитвенник мать семейства!» «Другую приютила у себя на груди прелестная молодая девушка!» «Третью целовали улыбающие губки ребенка!» «Я был так счастлив!» «Вот мои воспоминания!» «В них и есть моя жизнь!» «Ветел куст!» «Ну что, мои маленькие друзья!» «А сейчас садитесь поудобней!» «Мы с вами будем смотреть мультфильм!» «А я с вами прощаюсь до завтра!» «Всего доброго!» «До свидания!» «Пока!» «До свидания!»